Без шансов для гостей. В 14-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу в Гомеле состоялось областное дерби. БЧ принимала Светлогорский ЦКК. Стоит отметить, что для обеих команд нынешний сезон складывается удачно. Светлогорская дружина, за которой в последние годы закрепился статус аутсайдера, на данный момент борется за место в плей-офф. В преддверии 14-го тура ЦКК замыкал восьмерку сильнейших. Прогресс железнодорожников также выглядит впечатляюще. Команда Дмитрия Камека в преддверии отчетного матча одержала шесть побед к ряду и занимала четвертую строку в турнирной таблице. Уже на старте матча железнодорожники подтвердили статус фаворита, открыв счет. Вскоре, правда, гости, выдав ударный отрезок в нападении, отыгрались. К сожалению, на этом все для светлогорской команды и закончилось. Ошибки голкипера и автогол еще до перерыва обеспечили сопернику комфортное преимущество. 5-1 в пользу БЧ. Сегодня мы проиграли за то, что пропустили первые три гола, которые не нужны были команде. Там за ошибок вратарей. Во втором тайме железнодорожники еще четырежды огорчили гостей, на что те ответили только одним точным ударом. 9-2, седьмая к ряду победа БЧ. Мы постепенно вошли в ритм. Наверное, это не то, чтобы физически. Физически не думаю. Это именно игровой. Ребята споймали те наработки, которые мы уже давненько начали наигрывать. Но постепенно, со временем они только пришли. Плюс были кадровые у нас проблемы в течение первого круга. То есть, я думаю, что просто постепенно вошли в игру. Запомнили все комбинации, выучили все расположения, требования тренера. И плюс, самое главное, у ребят такое хорошее спортивное желание побеждать и двигаться к вершинам. За тур до финиша первого круга железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице. При этом у подопечных Дмитрия Камека есть все шансы уйти на новогодние каникулы, находясь в тройке табеля о рангах. Для этого в пятнадцатом туре необходимо обыгрывать Борисов 900. Еще один представитель нашего областного центра ВРЗ 14 тур пропускал, однако сумел сохранить лидерство в турнирной таблице. Перед заключительным туром первого круга преимущество перед Оршанским Витеном, занимающим второе место, составляет один балл.